Приветствую всех на канале Демастер. Сегодня я хотел бы зачитать текст о том, почему в киноиндустрии присутствуют ляпы. Текст, немой, принадлежит Перу Артема Зайца. На портале Film.ru весьма плодовитый автор, судя по публикации. Статья, откуда берутся сюжетные дыры и почему их невозможно избежать, меня заинтересовало давно. И я хотел бы сейчас поделиться этой публикацией с вами. Сам текст познавательный, интересный. Все ссылки на портал и на статью в описании под роликом. От себя же я добавил местами свои мысли по этому поводу в видеоряд. Приятного просмотра. Если возникнет желание, то можете оставить свой комментарий под роликом. Строго говоря, дырой в сюжете Plot Hall можно назвать любую ситуацию, которая вызывает у зрителя желание затопать ногами, засвистеть и закричать «не верю». Но все же, виды сюжетных дыр полезно различать. Вот самые основные. Персонаж оказывается осведомлен о чем-то, чего ему знать не полагается. Либо, напротив, не имеет понятия о вещах, которые в его ситуации просто обязан знать. Либо вдруг заболевает склерозом и перестает помнить какие-то важные вещи, знания которых демонстрировал незадолго до этого. Новые события не вырастают в логической последовательности из того, что было показано зрителю раньше. Персонажи делают странное, неочевидное, неясно на чем базирующиеся выводы из ситуации, а мотивация их поступков неубедительна. Происходят события, не стыкующиеся друг с другом, в рамках одной вселенной. Понятие сюжетной дыры или червоточины перекочевало в кинематограф из литературы. Даже во всеми любимых художественных книгах может хватать неувязок, но в кино их избежать, пожалуй, вовсе невозможно. Авторы вынуждены передавать зрителю любую информацию, лишь через видимое действие, причем сделать это нужно за весьма ограниченное время, около двух часов. А сюжетная линия при этом не должна быть скучной. То есть рассказ следует еще насыщать драматическими конфликтами, делая его структуру максимально плотной. В свою очередь, повышенная концентрация событий требует особенного внимания к логике и мотивациям, что налагает на сценаристов ответственность, которую они не всегда могут оправдать, попросту упуская некоторые нестыковки из виду. Потребитель же, взгляд которого не замылен, сюжетной дыры замечает сразу. В отличие от литературы, где принцип «здесь и сейчас» не является главенствующим, кино имеет четкий потоковый нарратив. И следить за течением историй становится попросту сложно, если на каком-то этапе вас начинают мучить вопросы, на которые не дается ответа. Сценаристам не следует обольщаться. Если в вашем сюжете есть дыра, то глазастый коллективный зритель обнаружит ее обязательно и очень быстро. Помимо условий, формирующих питательную среду для появления сюжетных дыр, есть и конкретные причины, приводящие к возникновению подобных червоточин. Давайте их рассмотрим. Автор придумал эффектную сцену, которая выглядит бессмысленно в общем контексте. Вместо того, чтобы отказаться от нее и придумать что-нибудь другое, он предпочитает изнасиловать сюжет и все-таки снять эту сцену. Автор забывает о том, что он сочинил ранее, либо просто не знает, что в базовый сюжет уже вписана определенная логика, которую нельзя нарушать. Частое явление в долгоиграющих сериалах – разные сезоны, которые сочиняются разными людьми. Точно так же в книжных сериях, сочиняемых разными анонимными людьми, литературными рабами, но выпускающихся под одним и тем же брендовым именем. Центральный персонаж может терять память в каждой новой книге и поступать вразрез со своими прошлыми убеждениями. Никто из вновь прибывших авторов не утруждает себя прочтением прошлых книг. На это требуется слишком много времени. То же самое и в комиксах. Авторы, принимающие штурвал у предшественников, намеренно игнорируют прошлые сюжетные перипетии, которые мешают им внедрять свои собственные идеи. Как вариант, сиквелы некоторых фильмов могут продолжать первую ленту, но игнорировать все последующие, создавая альтернативное сюжетное ответвление. Сцена, связывающая сюжетные нити воедино или объясняющая логику действий персонажа, изначально присутствует в сценарии, но в итоге оказывается выброшена из-за нехватки времени на ее съемки, либо уже на монтаже, из-за съемочного брака, либо ради уменьшения длительности фильма. Адаптаторы, переносящие литературное произведение на большой экран, неверно понимают логику повествования, заложенную автором, и оставляют за бортом важное событие, либо переносят в сценарий события, забыв дать ему объяснение, что лишает смысла весь сюжетный элемент. Сценарист, адаптирующий книгу к экрану, на каком-то этапе вносит в сюжет изменения, но при этом забывает скорректировать все последующие сцены таким образом, чтобы сохранить сюжетную логику. То же случается, когда продюсеры поручают кому-то переписать хороший сценарий, добавив туда побольше секса и шуток, и новый сценарист, без зазрения совести, либо просто по невнимательности, ломает идеально выстроенную структуру, создавая своими вставками и правками зияющие сюжетные дыры. Зато фильм получается более коммерчески успешным, то есть с точки зрения Голливуда. Подобные трещины в логике вполне оправданы, если они стимулируют доходность. Некоторые фильмы снимаются по недописанным сценариям, которые спешно доделываются прямо во время съемок. Например, Люди в черном или вторая часть трансформеров. В этом случае избежать дыр просто невозможно. И далеко не все из них можно закрыть с помощью разных технических ухищрений на стадии монтажа. Студия банально экономит на консультантах, из-за чего правдоподобие некоторых ситуаций, имеющих отношение к науке, начинает стремиться к нулю. На съемках работает много людей, координация действий которых не всегда идеальна. Если в сценарии есть невнятности, которые каждый склонен понимать по-своему, эта разница в видении может отразиться на экране. Тогда зритель видит перепутанный реквизит, несоответствующий ситуациям костюмы и так далее. Все это усугубляется тем, что из-за неустойчивого финансирования, погодных условий и многих других факторов фильмы зачастую снимаются по частям, урывками, с довольно большими паузами в промежутках, что мешает участникам съемок держать в памяти все детали. До съемки некоторых запланированных сцен не находятся ни времени, ни денег. Сценам срочно придумывают какую-либо простую замену. Например, пересказывают их содержание в поспешно сочиненном диалоге, либо вовсе выбрасывают целую недоснятную сюжетную линию, что неминуемо сказывается на основном сюжете. На тестовом просмотре зрители могут найти ту или иную важную сцену, слишком скучной или грустной. Тогда ее выбросят, оставив некоторые вещи без объяснения. В этом случае ответы на вопросы получат только покупатели полной режиссерской версии или диска с дополнительными материалами. Какую-то достаточно важную сцену режиссер может выбросить вполне сознательно, если сочтет ее нарушающий ритм повествования. Лучше потерять мало, чем скособочить весь фильм. Студия может потребовать больше сцен с участием какого-то знаменитого актера. Сцен, наличие которых не оправдано ничем, кроме желания увеличить доходность ленты. Зачастую они плохо сочетаются с основным сюжетом, зато звезда, часто сама выступающая инициатором расширения своей роли, довольна. А еще некоторые актеры любят импровизировать, что также не помогает сохранению стройного сюжета. В некоторых случаях сюжетная дыра допускается намеренно. Например, в абсурдистских комедиях, где счита алогичные слова и поступки служат основой для шуток. Последний пункт особенно важен для понимания того, что далеко не всегда плод холл является чем-то плохим. Многое зависит от правил и условностей конкретного жанра. То, что является дырой для драмы или исторического кино, в других жанрах может проглатываться зрителям без проблем. Помимо упомянутых выше кинокомедий, существует еще ряд жанров, ставящих во главу угла скорее эмоциональную вовлеченность зрителя, нежели логику. Поэтому в экшенах персонажи подчас совершают совершенно невозможные трюки. В хоррорах убийца всегда умудряется подкрасться к жертве незаметно. А в фэнтези всемогущие маги и драконы внезапно впадают в маразм, позволяя маленьким людям убивать их с помощью ерундового оружия вроде лука со стрелами. И не забудем про научную фантастику, которая просто не могла бы существовать без кое-каких антинаучных допущений. Например, ленты о путешествиях во времени по самой своей природе нашпигованы парадоксами, а знаменитая матрица не то что изобилует дырами. Она являет собой одну сплошную дыру, поскольку сама идея о создании инкубатора для людей не имеет ничего общего со здравым смыслом. Не проще ли было бы использовать вместо живых двуногих батареек обычных свиней, которые никогда не поднимут бунт? Некоторые люди склонны считать сюжетными дырами любые моменты, которые вызывают у них вопросы. Профессионалы в ответ пожимают плечами, и рекомендуют напрячь воображение. Если вы можете придумать объяснение самостоятельно, значит, речь идет не о сюжетной дыре, а лишь о некоторой недосказанности. Действительно, странно видеть, как Джон Маклин в пятом крепком орешке свободно приезжает в Украину из России на машине, набитой оружием. Но мог ли он дать взятку пограничникам, чтобы избежать досмотра? Теоретически мог. Другой пример, показанное в Одиндомах. Повреждение связи, не дающее родителям позвонить маленькому Кевину из Парижа. Почему-то не мешает мальчику заказывать пиццу по телефону. Могло ли повреждение отсечь международные звонки, но оставить в порядке локальную сеть? Служащие телефонных компаний говорят, что для начала 90-х это была вполне реальная ситуация. Понимают ли сценаристы, что любые сюжеты, подразумевающие возможное в принципе, хоть и маловероятное событие или истечение обстоятельств, способны вызвать шквал критики? Конечно, понимают. Но без подобных допущений было бы невозможно рассказать некоторые истории, которые зритель так любит. Например, если бы волк не стал терять времени и съел красную шапочку еще в первую их встречу, неминуемо схлопнулся бы весь дальнейший сюжет классической сказки. Весь вопрос в том, достаточно ли степени авторы фильма увлекли зрителя, чтобы он перестал придираться к любым моментам. При этом авторы часто даже имеют готовую теорию, способную, исчерпывающую объяснить спорную ситуацию или поведение героев. Почему же такое объяснение далеко не всегда вставлено в фильм, либо дается лишь в общих словах? Часто это делается, чтобы не перегружать зрителя обилием деталей и не превратить развлекательное кино в скучную научную лекцию. Сравните, например, строго дотошных деталям детонатор с откровенно развлекательной петлей времени и вы поймете, почему петлю обсуждали все любители кино, а детонатор только законченные нерды. Много претензий у зрителей вызывает поведение персонажей. Кто-то проявляет неожиданную смекалку, а кто-то наоборот поступает как идиот. По большому счету, все это можно списать на необычность обстоятельств. Любой человек, выбитый из колеи, может перестать действовать в соответствии со своей обычной логикой. Жизненный факт, как ни крути, ведь у всех есть свои сильные и слабые места. Кроме того, кино, как и в жизни, могут существовать как очень умные, так и очень глупые люди, о чем среднестатистический зритель часто забывает. Обвлекая свои претензии, заявлений, вроде, я бы поступил не так. Например, будь профессор Лэнгтон из кода Довинича посмышленней, он не стал бы убегать от французской полиции, у которой не было против него каких-либо серьезных улик, налагая на себя дополнительные подозрения. Но тогда аудитория лишилась бы напряженной сцены погони. Очевидно, что автор прибегнул к такому повороту сознательно и почему бы, собственно, нет. Даже пришельцам порой позволено проявлять потрясающую наивность. Они борются с землянами с помощью старых компьютерных игр, как это показано в фильме Пиксели, а их коды защиты может сломать любой талантливый хакер с макбуком. День независимости. Но, эй, если бы не это, Голливуд лишился бы половины своих хэппи-эндов. Да и тот факт, что инопланетяне обладают прогрессивными технологиями, еще не говорит, что они не способны делать ошибки. И разве кто-то способен доказать обратное? Каждому из нас случалось иметь озарение или, напротив, совершать в пылу эмоций совершенно бредовые поступки. Почему же мы отказываем в этом праве героям кинолент если допустить, что они более-менее такие же люди, как мы с вами, то многие ситуации, рассматриваемые, как сюжетные дыры, рассосутся сами собой. А кроме того, есть такая простая вещь, как везение. Когда герой боевика выходит из ураганной перестрелки без единой царапины, всегда можно предположить, что ему просто повезло. Еще одним случаем, когда дыра не дыра является резкое перепрыгивание из одной сюжета и точки в другую. Если вам не показали титр пять лет спустя, это не значит, что режиссер соорудил дыру. Возможно, он сознательно хочет заставить вас кое-что додумать самим. В конце концов, кино, вещь не резиновая. За два часа всего не расскажешь, но и далеко не о каждом событии стоит рассказывать напрямую. Другое дело, когда за кадром остается нечто, что определенно требует ответов на вопросы. Придумать рациональное объяснение некоторым событиям бывает совсем уж сложно. Например, фанаты Кинг-Конга Питера Джексона до сих пор ломают голову над тем, каким образом гигантская обезьяна была доставлена с острова Черепа в Нью-Йорк, если она была крупнее, чем корабль, на котором приплыли американцы. После премьеры фильма режиссер даже выложил в интернет шуточный анимационный ролик, в котором Конг переплывал океан самостоятельно. Но есть и другие более легальные способы исправить сюжетные дыры. Например, объясняя их в сиквелах фильма или следующих сериях телешоу. Хороший пример такой коррекции – хоррор франшиза Пила, в которой получить внятные ответы на оставшиеся безответов вопросы можно только посмотрев все семь фильмов серии. Правда, иной раз попытка продолжателей надстроить вселенную приводит к возникновению дыр там, где они не предполагались. Например, из сиквелов Терминатора мы узнали столько новых подробностей о способностях машин убить, что сюжет первой ленты стал выглядеть достаточно нелепо и вызывать гораздо больше вопросов, чем изначально. Фанаты любят поругивать фильмейкеров за ленность. Мол, придумали сюжет, а согласовать его детали как следует не сподобились. На самом деле авторы видят гораздо больше ошибок, чем кажется неискушенному зрителю. Длинной площадкой всегда дежурит специальный человек – скрипт-супервайзер, отлавливающий блох и настаивающий на их исправлении. Другое дело, что в том аду, которое обычно творится на съемках, не всегда можно найти время на исправление всех возникающих ошибок. В работу вмешивается огромное количество разнообразных факторов и редко какой сюжет доходит до экрана в своем изначальном виде. Например, если бы не смерть Полуокера посреди съемок Форсажа 7, финал ленты был бы совсем другим. Киношники могут лишь надеяться, что зритель отнесется к их усилиям с пониманием и постарается получить удовольствие вместо того, чтобы скучать и рассматривать все сюжетные швы через луку. И жизнь показывает, что если кино сделано хорошо и увлекательно, ему многое прощается. Если какая-нибудь дыра в сюжете всплывает только после того, как зритель пришел домой и сел ужинать, это значит, что со своей основной целью отвлечь, развлечь и порадовать авторы справились на все сто. Закончим анекдотом. Как все помнят, сюжет знаменитой драмы «Гражданин Кейм» строился на том, что репортеры пытаются разгадать смысл последних слов, сказанных умирающим миллионером перед смертью. Заквозка в том, что умер он по сюжету в одиночестве. Так что записать его слова было просто некому. По Голливуду ходит забавная история о том, как коллеги указали режиссеру на этот факт. И Уэллс после долгой паузы ответил «Не говорите никому об этом». Шилла, конечно, все равно выскочила из мешка, но положа руку на сердце, сделала ли это фильм хуже? Ответ на данный вопрос зависит только от вас, дорогие зрители. 31 декабря 2015 года Артем Заяц. Ну а в заключении хотелось бы добавить про якобы киноляпы, которые видны только при посекундном просмотре того или иного кинопроекта. Это когда за ляп принимают отражение камеры или осветительной техники в лобовом стекле машины или в зеркале заднего говида и тому подобное. То, что можно рассмотреть только на стоп-кадре. И вот таких грехов, как любят это считать святые русского ютуба, они иногда насчитывают до сотни. Конечно же, в своих роликах они предупреждают, что все это притянуто за уши и ролик создан исключительно в развлекательных целях. Но такие фильмы, в которых они так усердно ищутся, все же киноляпы, а не их грехи, тоже созданы в развлекательных целях. А само понятие грехи они тупо взяли с англоязычного канала CinemaSins, который зарегистрирован аж в 2012 году, а первый ролик с киноляпами вышел 11 декабря 2012 года. Вот только там действительно речь идет про сюжетные дыры или киноляпы, описанные выше, в то время как наши святые приплетают еще и ляпы, которые можно увидеть только при посекундном просмотре. У меня вопрос, как часто вы смотрите фильмы, сериалы или другую кинопродукцию по секундном режиме? Но зато контент у людей прет. Зачем создавать что-то свое, писать сюжет, анализировать то или иное кинотворение, высказывать свои мысли? Зачем все это? Можно же тупо нарезать киноленту, поставить счетчик грехов и вуаля, ролик готов. Ладно, это все пустое и лично мое субъективное мнение. Тем более, что кинокритики на русском сегменте ютуба хватает. Кто-то ругает фильмы в своих обзорах, кто-то хвалит. Контент, как говорится, присутствует. Но вы только как бы все не силились делать из себя киноспецов по всем вопросам. Но это тоже все их личное субъективное мнение о кинопроектах. А зритель голосует лайками и подпиской, где-то донатом. Все мы разные, и в этом многообразии живем, и у каждого свое мнение. Кто-то выносит это мнение на общественное обозрение, кто-то молча делает выводы, а кто-то остается равнодушным. Как бы то ни было, смотрите те фильмы, которые нравятся лично вам. Если вдруг вы увидели неважный обзор на фильм, который вам нравится, то это не значит, что фильм скверный или не заслуживает внимания. Возможно, что обзорщик по каким-то своим причинам не любит этот фильм, что-то в нем не нравится, имеет свое предвзятое отношение. А лично вы нашли в этом кинопроизведении что-то свое, что-то, что нравится, лично вам. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, дизлайки, но самое главное, берегите себя и своих близких. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok